Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 5 августа 2020 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. У нас много новостей из Бейрута, поэтому мы продолжим вчерашний разговор. Много деталей стало известно. И появились некоторые вопросы теперь, которые уже на основе той информации, которая появилась, теперь тоже есть. Вот, попытаемся на них ответить каким-то образом. Ну, насколько это возможно. Потом перейдем к американо-китайскому траку. Есть договоренность о встрече на высоком уровне 15 августа. Вот, касательно торговли. Будет встреча и общий фон. Надо это обсудить немного. Вот. И, как я обещал, то вчерашняя тема испанской монархии, она перешла на сегодня. В заключительном сегменте сегодня. Надеюсь, что мне удастся этой темой коснуться и ее немного развернуть. Вот такой план. 347-4600-0877. Если у вас возникнут вопросы, пишите. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает. 347-4600-0877. Все остальные, кто слушает меня на Саунклауде или смотрит на Ютуб в любой точке земного шара, ищите меня в Фейсбук, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Пришли все цифры, которых мы ждали. Относительно взрыва, как это произошло технически. Оказывается, в Берлудском порте было 2150 тонн аммиачной селитры, нитратамония, который там был на складе. Рядом непосредственно с тем местом, где находится силостная башня огромная. Я думаю, что все видео этого взрыва уже видели много-много раз. Последствия взрыва ощущались на Кипре, который находится на расстоянии 160 миль от Берута по морю. Ну и примерно больше чем 100 миль дистанции от самого Берута люди чувствовали этот взрыв. Такой он был силой. 300 тысяч человек осталось без крышной головы в самом Беруте и количество зданий разрушенных. Ну, я думаю, что все это вы уже видели. Я не должен вам это сейчас пересказывать. Больше сотни убитых и около 4 тысяч раненых. Относительно раненых, еще поговорим. Относительно того, что и как нужно этих людей, что можно сделать, кто и что пытается сделать, чтобы помочь Ливанов в той ситуации, в которой он сейчас оказался. Потому что, как мы уже вчера выяснили, очень большая проблема у всей системы ливанского здравоохранения, связанная и с коронавирусом, и с финансовым кризисом. Потому что множество проблем, о которых я вчера сказал, они все вместе насваиваются, одна на другую. И поэтому это пришло, как естественно, в самый страшный и неудачный момент, который только это мог. Если, в принципе, бывает удачный момент для подобных вещей, то этот момент был самый-самый нехороший для всего. И именно в этот момент и произошло. Значит, история того, как эта аммиачная селитра попала туда, очень интересная история. В 2013 году корабль «Росос», по-моему, под молдавским флагом, который из Грузии шел в Мозамбик, был там остановлен. Он вез на себе вот эти 2150 тонн селитры. Он был там задержан. Его привели в порт, он был арестован. Этот корабль. У него потом нашлись технические неисправности, и в итоге хозяин этого корабля отказался. Тогда, в 2014 году, они начали перегружать эту селитру с корабля на склад. Перегрузили, и дальше было 6 лет, когда эта селитра там спокойно лежала на складе. Естественно, что таможня ливанская и начальство порта обращались к военным, обращались к правительству, чтобы это дело каким-то образом решить и убрать из порта 2950 тонн взрывчатки. Потому что селитры, в принципе, очень взрывоопасны, это все знают. Вот. И я так понимаю, что есть у начальства порта документы, письма, которые они писали, ну, или e-mail, которые они писали. Короче, они могут доказать, что они обращались много раз. Это не помешало правительству Ливана, все портовое начальство и всех, кто мог быть с этим связан, отправить под домашний арест сегодня. И они, чтобы они никуда там не делись, и находились до завершения расследования под домашним арестом. Потому как Хасан Диаприев, премьер-министр Ливана, пообещал, что он найдет того конкретного человека, который за это отвечает, и этот человек будет наказан. Ну, скорее всего, виновата в самой технической этой ситуации вся ситуация, которая в Ливане происходит последние 9 лет, с усилением сирийской гражданской войны и увеличением общего бардака, и с невероятным притоком беженцев, и с очень сложным политическим внутренним кризисом во власти. Потому как кризис системы 43-го года, о котором я рассказывал вам вчера, о системе 43-го года, разделение конфессионального ливанской власти на три куска между суннитами, шиитами и христианами, оно начало давать сбои давным-давно, что привело к гражданскому в 75-м году. Потом, после мирного пакта 90-го, каким-то образом удалось там некоторые серьезные вопросы решить, и там всегда были проблемы. Они эти проблемы, естественно, каким-то образом, ну, по крайней мере, до убийства Харири, еще каким-то до 2005-го года, как-то вот с 90-го по 2005-15 лет, как-то эти проблемы удавалось держать под ковром, вот что я пытаюсь сказать. После 2005-го года убийство Харири выплюснуло снаружи, и вот с 2005-го года, в принципе, Ливан находится в состоянии постоянного, перманентного политического кризиса, учитывая, что сам по себе Ливан, естественно, является местом схватки главных игроков этой территории, Саудовской Аравии и Ирана, естественно. И то, что происходит на внутриполитической ливанской сцене, это последствия этой региональной войны, да, которая между Саудовской Аравией и Ираном идет, скрытой такой войны. Ну, кое-где открытый и горячий, как мы наблюдаем сегодня в Йемене, в Ливане, это более-менее скрытая такая вещь, учитывая, что сунитские руководители Ливана еще имели двойное гражданство, как Сауд Харири, например, имеет саудовский паспорт тоже. Ну и понятно, что лояльность Хизбаллы с Ираном очень сильно лежит. Поэтому всем однозначно было понятно, что эта система долго так... То есть пока между Саудовской Аравией и Ираном нет какого-то взаимопонимания, ни одно место, где подобное влияние сталкивается между собой, не может находиться в мире. Мы видим это на иракском примере, мы видим это на примере Ливана, мы видим это в Йемене. И это как бы все проявление одной и той же проблемы в противостоянии двух региональных супер-пауэрс, то есть мощных двух региональных империй, двух региональных мощных государств. Одно из которых настоящее, в данном случае Иран, а второе искусственное Саудовская Аравия, которое появилось, ну не совсем искусное, но по крайней мере появилось только в 20 веке это государство. До 1932 года не было такого государства Саудовской Аравии. А Иран, как мы знаем, существует 3000 лет. Но, тем не менее, так Саудовская Аравия имеет серьезных союзников, она может себе позволить делать то, что она делает. Теперь, ну и естественные огромные финансовые средства. Раненых количество настолько страшное, что явно совершенно, что Ливан не сможет сам с этим справиться. Поэтому, естественно, он обратился к международным сообществам за помощью. Израильские предложения, кстати, даже Аль-Жадир сказал одно из первых, что Израиль мгновенно предложил свою помощь. По разным каналам это было сделано через Организацию Объединенных Наций. Я сегодня читал обращение арабского, израильского доктора, главы специального центра в Галилее медицинского, который считается, имеет статус в Израиле при фронтового госпитале, который занимался там сирийскими беженцами, там получали уход. Помните, да, как израильтяне сирийцев вывозили там из-за бойцов оппозиции и лечили их, и гражданских тоже. В общем, он давно уже в госпитале работает, и у него давным-давно уже есть статус при фронтового, что, я так понимаю, дополнительное финансирование, там определенные инструменты у них. Короче, много чего у них есть для того, чтобы именно на подобные кризисы отвечать. И доктор, кстати, палестинский христианин-араб, да, обратился на арабском языке к своим ливанским, как бы, братьям в социальных сетях напрямую, что хватит сейчас не до... Сейчас неважно, из какой страны приходит помощь, мы все должны заниматься гуманитарными вопросами, мы должны спасать жизнь независимо от того, чьи эти жизни. И очень эмоциональное письмо я его читал сегодня, никакого ответа пока нет, а он предложил, естественно, через ЮНИФИЛ, который через бойцов ЮНИФИЛа, это ЮНИФИЛ, это те силы, 14 тысяч солдат из разных стран, которые наблюдают за исполнением резолюции 1701, которая, в свою очередь, завершила Ливан-Израильскую войну 2006 года, так называемую Вторую Ливан-Израильскую войну. Они там находятся на границе между Израилем и Ливаном, в Южном Ливане, то есть, простите, они в Южном Ливане базируются, и вот через них можно передавать этих больных, которых и раненых, точнее, от этого взрыва, которых не в состоянии ливанская система здравоохранения каким-то образом сейчас взять к себе и начать как бы с ними работать, потому что реально нет мест в госпиталях, не хватает докторов, много чего не хватает, а нужно делать что-то, потому что люди погибают, как бы, умирают. И когда дети, это же идет речь о детях тоже, требуются каким-то образом решать эти вопросы. И пока ответа, короче, нет на это. Франция заявила, что она посылает там на большую сумму денег с такой помощи. Также я сегодня видел в хронике, как Франция отправляет в Ливан пожарных, как Франция отправляет в Ливан специальные бригады, которые разыскивают людей в завалах. Вот это здание огромное, силосная башня, которую вы видите, там ведь как начинаются все эти видео. Сначала видите пожар, там огромный столб дыма, который поднимается, перед ним стоит силосная башня, а потом страшный этот взрыв. Кстати, пожар уже был, и там на месте этот пожар тушили несколько пожарных расчетов, которые, естественно, превратились в пар после взрыва, это понятный момент. Но вот в этой силосной башне, по уверению официальных лиц, очень много людей еще находится, и никто не может подойти к этой силосной башне, потому что они боятся, что она в любой момент может обрушиться. И никто пока оттуда этих людей вытащить не может. Непонятно, живы эти люди или нет, раненые они или целы, невредимы. Непонятно, но пока, не менее, никто пока не может рискнуть в эту силосную башню, зайти, потому что боятся, что эта огромная вся конструкция рухнет, если начать какие-то там движения делать. В общем, как мы понимаем, ситуация будет развиваться дальше, мы будем, естественно, следить, потому что это общечеловеческая трагедия такая, абсолютно неважно, где это произошло. Единственное, что причины пожара еще должны быть названы, но пока никакой версии того, что это была атака, и никаких следов того, что это могла бы быть атака с какой-то из сторон, которая изначально вызвала пожар, который тушили пожарные расчеты, нет такой информации, что этот пожар был вызван атакой. То есть надо понять еще, чем был вызван этот пожар, этой информации у нас пока нет. Вот. Ну, из тех, кто помогает, естественно, Россия посылает свою бригаду и спасателей, и будет финансовая помощь оказана, естественно, но это никоим образом не помогает главные ливанские проблемы сейчас решать, потому что они остаются без ответа, эти проблемы. Отсутствие финансов вообще страшно, и отсутствие финансов только по той причине, что все крупнейшие европейские страны сегодня смотрят на Ливан и требуют от него более активной реформы, избавления от коррупции, которая, как мы понимаем, ведь, ну какие еще могут быть причины, если 6 лет не могут разгрузить 2750 тонн селитры, убрать от расстояния с 2 километров от правительственных зданий. Этот склад, на котором эта селитра находилась, был на 2-х километровом расстоянии от самого центра, самого сити, как бы, от самых красивых мест в Бейруте, напичканных барами, ресторанами и от государственных учреждений главнейших в стране. И на 2-х километровом расстоянии от них 2750 тонн селитры. Ну, это прям какая-то, даже это нарочно придумать невозможно, понимаете? Это беда, которая ожидает, должна висеть на волоске от того, что произошло. И вот, теперь, когда все это я увидел, и всю эту информацию я получил, я с опаской смотрю на некоторые места в районе нашего города, которые, на самом деле, в случае какой-то техногенной, не дай бог, неприятности, могут тоже быть достаточно таким серьезным риском для нас. Для всех, в данном случае, я говорю о Элизабет, да, о нефтеперегонном заводе, который там находится. И хотелось бы, конечно, чтобы наши власти намного более внимательно относились к обеспечению техникой безопасности на этих предприятиях, потому что мы, как бы, тут все рядом, и расстояния, на самом деле, очень небольшие, как этот взрыв сегодня, вчера, точнее, нам всем показал. Все очень близко, да, и никто не мог представить себе из этих людей 300 тысяч сегодня бездомных, да, 300 тысяч человек в Бейруте потеряли крышу над головой. Помимо тех, кого посекло стеклом, помимо раненых тяжело, помимо убитых, естественно, погибших людей. Так кто мог себе представить вчера утром в Бейруте, что буквально через несколько часов их жизнь будет навсегда изменена вот таким вот образом. Поэтому, что я вам хочу сказать, это все безумно печально. Безумно печально. Будем надеяться, что удастся каким-то образом последствия... Бейруту удастся, или Ивану, как говорится, удастся каким-то образом последствия этого страшного, этого дикого кошмара взять под контроль. Окей. Естественно, соболезнования всем тем, кто пострадал. Теперь давайте перевернем эту страницу, она грустная страница, перейдем к более приятным вещам, хотя тоже не совсем понятно, каким образом из той высокой пальмы, на которую наша администрация и китайская сторона забрались, две такие параллельные пальмы, которые достаточно высокие пальмы, да, противостояние. Как они будут из этого всего выбираться, учитывая, что вот пришла как информационный повод для этого разговора, я постараюсь его не делать очень долгим, информационный повод для этого разговора пришел сегодня, известие пришло сегодня о том, что вице-премьер китайский по экономическим вопросам Ли Ухе и наш торговый бюджет Роберт Вархайзер согласились провести на высоком уровне, да, следующий штоков в основном как бы уже почти президент, да, и там госсекретари еще могут, и министры финансов могут еще переговариваться, а потом уже президент. То есть это достаточно высокий уровень для нынешнего уровня американо-китайских отношений. Они договорились 15 августа провести, скорее всего, видеоконференцию. То есть это громко названо, Wall Street Journal, он назвал это громко переговорами, но в сегодняшних условиях, когда летать вообще не очень приятно, видимо, решил торговый представитель нашей с вице-премьером китайским, который ключевой, кстати, по китайской экономике, и также этот человек, он ключевой в управлении технологическим сектором, как мы слышим здесь, ТикТок, понимаете, да, то есть тут много интересных моментов. Дискуссия обещает быть очень насыщенной. Она будет в основном, конечно, касаться экономических вопросов и того, как наши китайские друзья исполняют, и мы как, исполняем торговую сделку, первую фазу торговой сделки, которую президент Трамп, которую подписали, да, Америка и Китай. Которая, в принципе, очень выгодна Америке, потому что по этой первой части торговой сделки, фейсбан, да, китайцы обязались купить у нас на 200 миллиардов товаров в течение двух лет. 200 миллиардов долларов товаров в течение двух лет. Это немало, по 100 миллиардов в год. Статистика есть определенная уже того, как исполняется эта сделка, сейчас с китайской стороны, по крайней мере. Китайцы исполнили ее пока на сегодняшний день, исполнили ее только на 47%. Объясняют они, правда, это не тем, что у нас какие-то есть проблемы на дипломатическом уровне, хотя они есть, что у нас есть проблемы относительно дискриминации китайских компаний на американской территории, хотя это тоже есть, это правда, все. Да, как бы сложно с этим спорить, вот же мы видим. И никак не объясняют это тем, что президент постоянно атакует Китай и кричит, что этот вирус, он китайский. Вот. Ну, понятное дело, да, сейчас, особенно все ближе к выборам, понятно, кто-то же должен быть виноват. И мы еще, на самом деле, не знаем, насколько Китай виноват. Ну, предполагаем, что сильно виноват. Опять же, но, прям, это отдельный момент, я сейчас не хотел бы на нем останавливаться, насколько Китай виноват. Ну, в диверсии явно не виноват, в халатности, возможно. Не вовремя сообщили, неправильно, не вовремя предупредили, все возможно. Все остальное космологические теории, да, теории заговора. Теперь будут обсуждаться, да, китайцы все время ссылаются на то, что они не смогли полностью исполнить эти, то есть по сегодняшним целям, то есть по сегодняшней дате, к сегодняшней дате они должны были купить намного больше. Почему этого не произошло? Потому что пандемия нарушила транспортные потоки, нарушила цепочку поставок, естественно, chain of supply. Короче, много вещей произошло, которые считаются на юридическом торговом языке форс-мажором, да, то есть обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому мы не виноваты, говорят, китайцы, что мы не исполнили на 100% то, что мы обещали пока, но мы будем стараться и мы будем продолжать. Это первый момент того, что надо обсуждать, как бы в этом заинтересованы сам Лайтхайзер, наш торгпред и вице-премьер китайский. Понятно, что это вопросы обязательные для повестки дня, это как бы основной предлог для этой видеоконференции. Но также сказано, что будут обсуждаться еще некоторые вопросы, которые уже как бы пограничные вопросы, да, то есть почти уже вопросы, которые нужно будет задать администрации. С китайской стороны они хотят эти вопросы задать, мол, почему так сильно сейчас китайские компании дискриминируются в Америке, вот. И вообще, как бы, можно как-то сформулировать очень красиво, я сейчас попытаюсь это на русский перевести. Короче, китайцы заинтересованы в том, чтобы от нашей администрации ежедневно не приходили какие-то резкие движения, которые затрудняют работу. То есть давайте мы как бы договоримся сейчас и другими словами, да, то есть вице-премьер будет просить Роберта Ватхайзера, чтобы он как-то, я так понимаю, чтобы он как-то повлиял на администрацию, чтобы он как-то повлиял на президента, чтобы для того, чтобы торговля спокойно, экономические взаимоотношения между США и Китаем улучшались и находились в нормальной форме, желательно, чтобы политическое действие, да, решение администрации ежедневно не были так уж сильно ежедневно антикитайски направлены и не повергали в изумление наших китайских партнеров, потому что, как бы, деньги любят тишину, понятный момент, и для бизнеса это не очень хорошо. Вот эту мысль, которую я прекрасно, я уверен на сто процентов, что и господин Ватхайзер, и Стивен Мнушин давным-давно уже президенту пытались объяснить, что, как бы, если мы хотим с китайцами торговать, то, как бы, наверное, наверное, не совсем правильно вот так вот жестко прямо сейчас по всем-по всем позициям начинать с ними холодную войну, да. Уже многие, кстати, эксперты говорят, что то, что сейчас происходит, это начало настоящей холодной войны между США и Китаем, которая периодически будет иметь какие-то горячие проявления, как там в Южном Китайском море это может произойти, и в Тайване это может произойти, в разных местах. Вот, кстати, насчет Тайваня наш министр здравоохранения, Алекс Азар, по-моему, его зовут, отправляется в Тайвань в ближайшее время, вот, и это, естественно, раздражитель для Пекина, потому что любое американское официальное лицо, которое приезжает в Тайвань, тем самым говорит Пекину, что Тайвань это, как бы, тоже Китай, вот, и только другой Китай, и мы никуда не... А там очень тонкая, на самом деле, динамика, и китайцы очень нервничают. По-моему, первым президентом, который принимал тайваньскую делегацию с парадного входа в Белом доме, был Дональд Трамп, даже Обама, Обама себе этого не позволял, они заходили за задние двери. Вот, для того, чтобы не злить китайских товарищей, понятный момент. Правильно это, неправильно это, другой вопрос. На самом деле, правильно сделал Трамп, приняв этих людей и наших союзников, и тех, кто зависит от нас через парадный вход в Белом доме, что это за... Как будто нам надо стесняться того, что к нам приезжают тайваньцы на переговоры. Этого не нужно делать. Вот. Ну, как бы, много факторов, вы понимаете. Понятно, что есть определенные вещи, которые нас в китайской внешней политике и в торговой политике Китая нас не устраивают. Но надо понимать, что есть определенные цивилизационные различия между нами и Китаем, и то, как представляется действие Китая нашими глазами, в наших глазах, китайцы совсем так не представляют очень часто, и у нас очень серьезное недопонимание происходит. Вот. Ну, и, естественно, китайцев очень волнуют. И, скорее всего, в разговорах вице-премьера китайского и нашего торгпреда будут эти разговоры касаться компании ТикТок. Я старался вообще эту тему избегать, как только можно. Но это важный все-таки момент, потому как это часть международных отношений сегодня. Кто мог подумать, что аппликация на телефоне, программа на телефоне, которая позволяет записывать маленькие клипы, видео, даже людям абсолютно безграмотно в техническом плане, вот и такая популярная в Америке и во всем мире, что эта программа теоретически может позволять китайцам собирать о нас информацию. Вот, как уже Помпео сказал. Хотя, опять же, никаких доказательств того, что китайское правительство получает такую информацию, нет. Но возможность есть теоретически, да. Поэтому китайская компания должна продать американцам это. Вот. Или не должна продать. Тут не совсем наш президент последователен. И если сделка будет заключена, с Майкрософтом, например, то тогда Америка хотела бы получить от этой сделки кусок. Например, просто иллюстрация, да. Кусок, выражаемый деньгами, да. Piece of deal. Американское государство должно получить, сказал недавно президент, что вызвало ярость в Китае просто. То есть надо определить сначала, господин президент. Либо это опасная аппликейшн, да, который может передавать информацию и шпионить за американцами. И тогда вообще тут о какой прибыли идет речь. Это угроза нас безопасности. Либо, если это угроза на безопасность, тогда можно говорить о том, что кто-то должен получать какой-то кусок прибыли от какой-то сделки. Да. Но надо как бы определиться здесь. Потому как, ну зачем же из одной крайности в другую. Это интересно, немного смешно. Вот. Я не совсем понимаю, зачем президент вообще начал говорить о том, что ему нужно американскому правительству, надо получить деньги от этого. Но это я не понимаю. Может быть, кто-то мне сможет это объяснить. Вот. Теперь следующий момент. Ну, явно совершенно это комплексная штука такая, да. Сейчас давление идет на Китай. Честно говоря, мне не совсем сложно себе представить, что подобная открытая атака на Китай по всем позициям, она способна принести президенту много баллов на избирательном участке. Потому как кто на это будет реагировать? Вы понимаете, кто отреагирует на это? На это отреагирует его бейс. Да, его бейс, Трамбейс. Так он и так проголосует за президента, независимо от про- или антикитайской позиции, которая предполагает, что уже много чего сделано. И та торговая сделка, которую президент подписал с Китаем, она на американских условиях. Это огромный успех, эта торговая сделка. А из-за того, что сейчас происходит, на самом деле, бенефит этой сделки, он, естественно, подрывается. Что в итоге, опять же, из-за ухудшения экономической ситуации, может подрывать позиции президента на выборах. То есть мне кажется, что некоторые антикитайские действия президента контрпродуктивны на сегодняшний день. Но это мне кажется. Ну, правда, не только мне, еще Стивену Нучину, так кажется, Ларри Кудвелл, еще достаточно большому количеству людей в администрации. Но мы видим, ястребы пока берут верх. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Кирилл Задов сегодня, 5 августа года 2020-го, среда. Обещал испанскую тему. Она, опять же, есть информационный повод. Не просто так я ее завожу, эту испанскую монархическую тему. Мы помним, как в 2014 году Хуан Карлос, король, который, на самом деле, личность большая, массивная такая, да, историческая, он был тем, кто, в принципе, привел страну к нормальному гражданскому правлению после смерти Франка. И, кстати, его Франка сам, еще когда тот был ребенком, ограждал от всяческих проблем и понимал, что в какой-то момент, когда сам диктатор уйдет, да, то кто-то должен страну выводить из этого состояния, в котором она в итоге окажется. И также он играл ключевую роль в разгоне, короче, в срыве попытки переворота в Испании военного в 81-м году. То есть Хуан Карлос фигура, которую, в принципе, все испанцы... Кстати, уважение нации к нему очень сильное было уважение, начиная вот с того времени, с 81-го года особо сильное. Да, потому что когда испанская демократия была еще очень молодая, потому что все, что было до 36-го, до начала гражданской войны, мы сейчас вообще не рассматриваем. Все-таки Франка провел очень долго. Де-факто с 39-го по 75-й это огромное, это почти 40 лет, чуть меньше. Это много, да, это много. Короче... Хуан Карлос, бывший король, который отсекся от престола в пользу своего сына в 14-м году, и теперь Испании правит Филипп. И, кстати, как мы понимаем, Испания продолжает править Бурбоны. Это, по-моему, единственное место в мире, где Бурбоны еще остались у власти. Французские, как мы помним, закончились с великой французской буржуазной революцией. В общем, он заявил о том, что он покидает страну, Испанию, и хочет быть вдалеке. Опять же, для всех юридических вопросов, если какие-то будут возникать, он доступен. То есть он никуда себя, он не пытается себя избавить от юридического преследования, он пытается избавить страну от своего присутствия. Ну, вот так вот примерно это звучит. То есть он хочет не мешать своему нынешнему королю, своему сыну Филиппу, тем, что он хочет от него дистанцироваться как можно дальше, потому как уже скандалы начались с 2012 года. В 2014 году, даже после того, как он отрекся от престола в пользу своего сына, дальше сыну это не особо сильно помогло, потому что как он не пытался дистанцироваться от своего отца и от других членов своей семьи, которые замешаны в диких коррупционных скандалах. Страшно, сейчас немножко расскажу. Несмотря на все это, там и с женской стороны и королевской семьи есть проблемы. Принцессы там замешаны в коррупционных скандалах, мы помним. Ну и сам папа, конечно же, бывший король Хуан Карлос, замешан. Как он не пытался, а он дистанцировался, он даже подписал бумагу, что он не будет никакого личного имущества своего отца наследовать. Даже такое сделано. Короче, специально, чтобы отодвинуться в сторону. Петро Санчев, премьер-министр Испании, сказал, что король убывает по уважительным причинам, бывший король, то есть. И это хорошо и для него, и для страны сейчас. Пусть он побудет за границей какое-то время. Но не все, кстати, в испанском правительстве сегодня и в парламенте Испании согласны с этим. И потому, как Петро Санчев представляет испанскую статистическую рабочую, партию СРП, да, она, в принципе, социал-демократа. А у него есть там младший партнер. Да, младший партнер это партия Падемос. Я когда-то рассказывал про партию Падемос. Партия Падемос это настоящие неомарксисты. Такие. И де-факто они, я думаю, с таким страцкистским уклоном, я так понимаю. Короче, они против. Они не считают так, что нужно как бы на тормозах все это спускать, и что они прям реально в открытую говорят, что монархия, в принципе, потихонечку надо пересматривать взаимоотношения между испанским народом и монархией. То есть, как бы поднимая вопрос, нужна ли эта конституционная монархия. Но Филиппо пытался как бы все время сделать так, чтобы вот это вот влияние, чтобы власть и полномочий у монархии становилось все меньше и меньше, когда куда уж меньше, она там уже не так много имеет полномочий. Теперь, в чем обвиняют, с чего все началось? Да, вся эта проблема Хуана Карлса началась с того, что в 2012 году он сломал себе бедро. Где он сломал себе бедро? Я не знаю, помните вы это или нет, он был на сафари в Ботсване, что достаточно дорогое удовольствие, как мы понимаем, но для испанской монархии это не очень большие были деньги. Там он сломал бедро. И там были фотографии опубликованы в испанской прессе, где он со слонами там. И это вызвало дикую ярусть испанцев, которые в тот момент находились в 2012 год, в самом середине жуткого финансового кризиса безработица превышала 25%. Без всякой пандемии просто был огромный финансовый кризис, вызванный, кстати, нашими Фредди Мэй, вот этот все наш его стейдовский кризис, он в итоге спровоцировал везде проблему. И Испания только-только до пандемии начала из этого кризиса выходить. Это был первый момент. Второй момент начался скандал, связанный с одним из платежей, который сделала Саудовская Аравия на счета в Испании и часть этих денег, скорее всего, в районе 100 миллионов долларов примерно, предположительно осела в кармане Хуана Карлса. Опять же, это он не обвиняемый по этому делу, но его счета как бы сейчас под пристанным вниманием находятся, потому что и швейцарское уголовное, как бы, швейцарское расследование происходит параллельно с испанским, и они пытаются понять, сколько в этом платеже, который саудиты передали, было денег для самого бывшего короля Хуана Карлса. А там был на самом деле тендер, саудиты хотели построить скоростную железную дорогу, high speed, и испанская компания, испанский консорство выиграл этот тендер. И там не совсем понятно, кто кому, по идее, должен был бы платить, и какая часть этой суммы, а там было несколько сот миллионов долларов отправлено саудитами, и надо еще сначала доказать, естественно, что этот платеж был связан как-то с этим тендером, это первое, что надо доказать, а второе нужно доказать следственным ребятам, следакам, нужно доказать, что там был еще money laundering, то есть отмывание денег. И тогда, если какая-то часть во всех этих двух схемах, и отмывание денег, и просто коррупционная схема, откат, наверное, какой-то, видимо, грубо, что могут попытаться сделать ребята? Они могут попытаться доказать, что из-за вмешательства Хуана Карлоса условия, которые спасли, и консорцию он предлагал, были лучше, стали лучше для саудитов. Может быть так. Я фантазирую сейчас, спекулирую. Но, в принципе, если опытные швейцарские ребята и испанские будут рыть глубоко, они, может быть, и нароют реально компромат на самого короля. В любом случае, скандалы, коррупция, это не то, как монархия в Испании, да еще такая древняя 16 века династия, которая, ну, не привыкла к подобным скандалам. Да, совсем. Вот. До, по крайней мере, начала 21 века, то есть, ну, к этому с уважением, а всерческие идеалы потихонечку размываются. Нужна ли такая монархия дальше? Это тот большой вопрос, который испанскому народу придется в ближайшем будущем решать, ну, и нам заодно, для информации, что не все так хорошо у бурбонов даже там. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик». С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.